Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ 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 Привет. Привет. Сережа, что с лицом? Слушай, я родился с таким лицом. Прикоряй. Машка, я по тебе соскучился. Ужасно. Да? Ты мне звонил? Я обиделся. Да? На что это? Я не помню на что, но на что-то очень сильно обиделся. Готов искупить свою вину? Ну, конечно. Конечно, готов. К врачу. Срочно. МРТ, рентген, УЗИ. Что хочешь? На твой вкус? А кто у нас сегодня врач? Кстати, я познакомился с Мурой Маркелла. Она там в Куншовке живет, и у нее с клиентом роман. Серьезно? Ну, вот видишь, закон барных случаев. Наконец-то наши интересы пересеклись. Ну, я не знаю, как интересы, но на ее выставку мы в субботу идем. Ради меня или ради нее? Ради тебя, Маша. Да? Алло, Макар, слава богу, вы можете быстро зайти ко мне? А, что случилось? Андрей, он сорвался куда-то, мы были на участке, и он увидел Возняка с какими-то людьми, и побежал за ним в лес. Хорошо, хорошо, бегу. Пожалуйста, скорее. Он совсем не в себе после нападения на вашего напарника. Дальше я сам. Дальше я сам. Вы должны остаться. Ждите меня здесь. Где разрешение на отстрел? Кто ты такой? Чтоб я тебе его показывал. Вы не мне, вы ему покажите. Его? А он меня ничего не просит. Он не такой дурак. Ну, вот это, Григорий Матвеевич, палку-то не перегибай. Так, так, так. Давайте опустим стволы, разойдемся и спокойно обсудим разрешение и все остальное было. Григорий, не надо. Пусть егерь разбирается с ним. Сыщик недоделанный. А твой напарник хоть и тупой на вид, а понял, что валить надо. А ты зря здесь остался. Я здесь хозяин. И я буду решать. Понял? Да. 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 Вы что-то так отпустите его? Андрей. А что я могу? Акт на него составить? Да плевал он на них. Ну, не можете? Давайте, давайте. Я им сейчас займусь. Ну, давай, давай, займись. Андрей! Потом я тебя по болотам искать буду и не найду. А если найду, то труп. Возняк обид не прощает. И убить может, да? Ну, я свидетелем не пойду, но слухи ходят. Возняк не просто плохой человек. Браконьер, пахан. Он убийца. Он убивал. Тут про каждого что-нибудь болтает. Да нет, я знаю это наверняка. От человека, который видел это своими глазами. От кого? От Вани Худякова. Того, кто мальчика жил? Ты ничего не знаешь. Ваня был таким светлым, радостным. Он не мог Ленька убить. Почему ж тогда его посадили? Возняк был заинтересован в том, чтобы его посадить. Ваня в детстве любил по лесам гулять. Однажды залез на дерево и увидел, как Возняк лесного инспектора согнул в болото. Так поступим. Пускай твою судьбу Бог решает. Там тропа есть. Она хитрая. То есть, то нету. Если выведет тебя Бог, то такова его воля. Ступай. Пойдем. Пристыжай. Тихо. 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 Все дети об этом знали. Нам Ванька сам рассказывал. Мы жутко боялись Возняка. Кто поджег, я правда не знаю. Но боюсь, что Возняк до тебя доберется. Я ночью иду мимо твоего дома. Твой силуэт в окне. Выстрелит в окно. Но чего проще. Ну что ты говоришь? Не помешал? Нет, все хорошо. Так, я хотел спросить. У Возняка же есть какие-то места в лесу, где он останавливался со своими охотниками? Покажете на карте? Давай попробуем. Так. Их два. Это вот ближайшая старая мельница, а вот тут другая. Осторожка. Тань, посмотри. Вы же туда не пойдете? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Лёха! Лёха! Да. А это ты мне кофе принес, да? Ага. Спасибо. Мне как раз для здоровья полезно. Ну, видишь, я контуженный. А ты любишь делиться, да? А я нет. Ты это запиши. Кофе у тебя дрянет. Иди. Мазила, а! Давай твоё здоровье, братишка. Ах ты ж, Вася. Давно не виделись. Тихо. Тихо. Так, всё. Я пошла в буфет. Тебе взять чего-нибудь? Тихо. Пойдём со мной. Слушай, я, наверное, всё-таки схожу на Муру Маркелову в субботу. Тебе всё в порядке? Спасибо. Тихо. Сергей! Зиот. Ты, как всегда, без приключений не можешь. Здоров. Здорово. Как сам? Да, с тёщей там. Блин, не могу я. Слушай, давай про тёщую потом сейчас, по делам. По делам. Короче, дело о поджоге я запросил, но придётся пару деньков подождать, 2001 год, да ещё и дыра, сам понимаешь. Ну, подожду, подожду. А Бакшаева? В Питере не зарегистрировано, но… Чё? Смотри, видишь, штраф за превышение скорости. Наш, питерский. При себе только права. Машина на кого оформлена? Возняк Пётр Григорьевич. Вот те, раз. Тоже был в машине. И вот те, два. Интересно, а куда же это они ехали-то, родимые, за день-то? Выборгское шоссе, домой в Камышовку, что ли? Человек, ну ты меня прям выручил. Горжусь. Не теряешь хватку. Слушай, а Возняк где, в Питере прописан? Так, вот тебе документы. Сиди, изучай. Думаешь, она с ним поехала? Похоже на то, вот только… Вот только доехали. А если б доехал, то куда потом исчез? Что ж за место такое волшебное, где все исчезают? Слушай, может мне куда-то тёщу, а? Брат, это Камышовка. Я твоей тёще там на год дом сниму. Ты сдурил совсем? Спокойно. Своей? Какой ты свой мент? Я не мент. Это снаружи, а внутрь посмотреть. Чего надо? Документы есть какие-нибудь? Документы. А как же. Справка из ступдиспансера. Иванов Василия Сергеевича. Все? Нет, нет, Василий, я только начал. Мне нужно понять схему твоих перемещений во время пожара. Да господи. Схему. Зигзаг моя схема. Туда-сюда бегал. Кричал, помогите, помогите, пожар, пожар. Годится? Я тебе сразу скажу, ни на каком пожаре ты не был. Появился утром, когда всё потушили. Врут. В этой деревне все врут. Так и ты врёшь. Давай, колись. А чего мне колоться? Это лицо неофициальное. Ну, так и радуйся, что неофициальное. Я же быстро могу кого-нибудь в погонах привлечь. Вот он. Мент и проснулся. Ладно. Раз уж мне вскрывать нечего. Только слово дай, что Нинка не узнает. Между нами. Хорошо? Хорошо. Пошли. Пошли. Куда мы идём? Далеко ещё? Не, скоро уже. Не ранили тебя сегодня? Чего ты туда полезешь? Видать, Макар, хороша твоя жизнь. Если ты её на трезвую голову терпеть можешь. А, так ты заводка что ли? А зачем ещё? Возняка всегда есть. У него красть никто не рискнёт. Ну, я там два раза был. У него поцелл бутылки брал. А ты рискнул что ли? А чего он мне конченого? Нинке на меня жаловаться не станет. Ты знаешь, что я не в контрах. А то и ночью, когда Нанечка горела, я сюда под шумок тянулся. У меня тут от Нинки бутылки спрятаны. Это правда, что Худякова у вас сухой закон вела? Да, правда. Узнает, убьёт. Ты смотри, мы уже договаривались. Нет, не договорились мы. Ну, ты мент. Открывай. Хозяева сюда из города Ритка приезжают. Поэтому я тут выпью спокойно. И хранюсь от Нинки. Ах ты. Можешь сказать, ты здесь был? Ну, самотуха была. Нинки точно не до меня. Я и решил, на пожаре какая от меня польза. Там здоровых мужиков хватало. Вот здесь был. А, вот бутылка. Которую прикончил. Всё, последнее. Теперь даже не знаю, что ей делать. Мне в магазине не придают. Она запретила. Да и не наливают никто. Местные мужики со мной пить брезгуют. Да. Душераздирающая история. Будет душераздирающей. Если ты, Нинке, проболтаешься. Если проводку узнает, что в дома завязал, она меня выгонит. А куда я теперь такой? Мне ещё в Питере врачи сказали, что, Вася, тебе осталось полтора года. Так из них год уже прошёл. Так ты в Питере жил? Ну, как жил? Так, бродежничал. В больницу попал. Нинка оттуда сбрала. Спасибо ей. Ты не говори. Слышь. Ты бы это, всё-таки не пил. Раз такая ситуация. Нельзя мне при моей жизни без анестезии. Никак. Что за тётка? Это? Это тётка Бакшаева Вера Павловна. Прикинь, была первая красавица на деревне. Можешь такой поверить? Ну, это смотря кто у них. Вторая и третья красавица. Ну, не знаю. Это она за рулём, что ли? Ага. Ребята прислали с камеры видеонаблюдения. Нарушает красотка. Завтра поеду в Камышовку. По её следам свидетелей искать. С утра в Камышовку? Угу. Вот так вот хорошо, да. Только не говори мне, что ты устала. Кто устал? Бабкин устал. Бабкин никогда не устает. Серёжа, Серёжа! Так, вот отпечаток замка на старой мельнице, а вот отпечатки возникают. Угу. Как видите, они разные. Вы брали у него отпечатки? У нас свои методы. Возняк сегодня потащил свою банду к дальней сторожке, хотя мог остановиться на мельнице. Вместе с отпечатками пальцев это наталкивает на мысль. На какую? Она кем-то занята. Кем? Ну, вот это нам и предстоит выяснить. Возможно, даже рискуя жизнью. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А еще вот так! Что за что? Пусти! Чтобы знала, чтобы на глаза мне больше не попадался крыса. Хоть один гвоздь пропадет! Я тебя носи не повешу! Понял? Кто там? Кто там? Слышишь, нет ее здесь! Слышишь? Ты закрою силозащитные дна! Силозащитные дна! Силозащитные дна! Силозащитные дна! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет! Рад слушать! Еще бы ты вполне рад! Всех трудоустроил! Я сказал, отслужу! Отслужишь, отслужишь, не сомневайся! Короче, слушай! Возняк Петр Григорьевич! Зарегистрирован в Череповце! Работает на заводе металлоконструкции! Фото есть? Да, скину позднее! Взял три отгула неделю назад! Но на работу так и не вышел! Я звонил коменданту заводского общежития! Ни Петр, ни эта женщина, с которой он жил, недели не появлялись! Вот черт! Говорит, чемоданы и вещи на месте! Ну, явно, люди ненадолго уезжать собирались! Про машину надо было спросить! Кого ты учишь? Машины Возняка на стоянке, общежития нет! Все, давай, не могу говорить! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Андрюш, ну ты же знаешь, что я не верю во все это! Хуже всего, что я не могу прекратить с тобой видеться! А я тоже! Я не могу тянуть тебя в этот кошмар! Все! Ты слишком много не меня знаешь! Андрей, скажи мне, пожалуйста, что я для тебя значу! Для меня это очень-очень важно! Здрасте! Ну, что ж, ясно, почему трубку не берешь! И что тебя сюда так тянет! Тоже ясно! А кто такой в моем доме? Это не твой дом! Ага! А это моя жена! А вы в курсе, что у этой... И есть муж! Или она сказала, что я умер! Ну что ж такое? Ну что ж? Отпусти, скоро! Пусти! Ты что будешь смотреть стоять? Ведь как он меня и вбивает? Андрей, отпусти его! Ну что, будет тебя тихо видеть? Я отпущу! Андрей! Таня! Помоги! Здравствуйте, девушка! Добрый день! А у нас вот булочки свежие привезли. Булочки? Угу. А скажите, здесь по дороге в Камышовку еще магазины заправки есть? В Камышовку? Ну, еще одну. Ну, получается, моя предпоследняя. Надежда. Вы ведь Надежда? Нет, я Светлана. Света. Света, скажите, вы вот эту сказочную мадам не видели здесь? Сень! Да, секундочку. Сень, иди глянь. В чем дело? Тут вон, подруга твоя показывают. Мою подругу? Угу. Интересно. Ах ты ж! А вы ее видели? Довелось познакомиться. Она, знаете, пришла, вон, перевернула все на полторы тысячи рублей. Да? Да что вы говорите. От каждого. Потом сняли. Частный сыск. Денежное, наверное, дело, а? Ну, неплохое, да. Мы, кстати говоря, можем вам запись с видеокамеры показать. А вы сохранили. А как же? Все есть. А вы мне запись скинете? Скинем. Все скинем. Конечно. О чем речь? Нужно трогать. Все сом. Что, доволен? Жену вел, мужа избил. Герой? Я вас не бил. Ты унизил меня перед ней. Потому что надо себя вести, как свинья. Все, все, уезжайте, уезжайте и не возвращайтесь. Послушай, она для меня все. Ты у меня просто отнес смысл жизни. Я художник, и у меня психика хрупкая. И учти, если я на себя руки наложу, это будет на ее совесть. Понял? Вот это вот кончай. Ты меня понял? Я сейчас, правда, я вот… Своими руками сейчас прямо у тебя здесь вот. Все, давай, уезжай. Чтобы духу не было твоего здесь. Здрасьте. Здрасьте. Духу сначала напоил, накормил, потом уже расспрашивал. Ну? Не дождешься от тебя. Так, спалилась Верка на заправке, здесь недалеко. О, смотри. Значит, в Камышевке они были, в Череповец не вернулись. Вещи их в общаге, значит, они надолго не планировали. Получается, они либо здесь живы, или мертвы, или свинтили куда-то. Ясно. Так, ты нашел то, что я просил? Нашел, держи. Это мне. Так, а на кой тебе шерсть? Это Яковлевой. Ага. Ты бы с дороги, Сережа, в душ сходил бы. Макар, а ты зачем к бабуле-то ходишь? Дух Бориса Ефимовича его звать? Лариса Сергеевна! А! А, холоп! Заходи! Здравствуй, Лариса Сергеевна! Я вам гостиницу привез. Ну, балуешь! Сухарики, вот. Страже. Петергофская. Ага. Пряжа? Ой! Правда? Что ты говоришь? Ой, какая мягкая! Вот и послушай! Мягкая! А в наше время шерсть такая, кусачая была, как собака, да. А теперь с серебристым ландышем. А китайская? Ой, да, китайская, дорого. Значит, дорого. Да ну, бросьте. Нет? Нет. Лариса Сергеевна. Да. Вот эту женщину знаете? Ой! Туфли мои! Туфли мои! Лодочки! На Верке! А-а-а! Да ты, милый мой, ты не холоп, ты сыщик! Ты ж нашел! А это Верка! Он украл! Ванька! Украл! Верке подарил! О, господи, боже мой! А когда украл? Когда украл? Ну, когда, помнишь? Я тебе говорила, когда он фонариком ходил, светил. Светил мимо нашего дома, ходил. Ванька? Ну, Ванька, конечно, Ванька. Он за ней с детства бегает. Теперь вы хотя бы знаете, что Вера Бакшаева была здесь. Следовательно, я не сумасшедший. Или вероятность есть. Андрюш, никто тебя сумасшедшим не считает. Скажите, где у нас здесь можно машину спрятать? Да тут везде можно, тут такие леса. Ну, да. Только здесь еще и болото завязывать можно. Ну, вот если бы мне нужно было спрятать машину, я бы, наверное, к муравейнику пошла, да? Да. Местные туда не суются, а чужие там точно не найдут. Угу. Да, у нас есть особое место. Там человека за час муравьи до костей съедают. Глупость, конечно. Но, тем не менее. На карте покажите, пожалуйста. Угу. А вы туда пойдете? Ну, а Макара первым пошлю. Пускай его у муравей едят. О, смотри. Вот это находка. Коры-то возникает. Целые есть? Да, в основном смазанные или стертые. Кто-то очень хорошо постарался. Разве что здесь. Наверное, Вера. Ну, смотри. Водительское место, оно под здорового мужика настроено. А Верка, она роста небольшого. Хочешь сказать, машину сюда загнала не Верка. Значит, Петр. А зачем ее прятать? Ну, чтобы сбежать. По машине легче вычислить. Да он годами таскался за Бокшаевой. Теперь бы не бросил. Что? Бытовое убийство. Верка, баба вздорная. Выпили. И до свидания, Вера. Почему здесь след лечиться на камнях ищем на это обычное бытовуха? Все могло бы быть так, если бы не одно но. Какое? Ну, смотри. Наберет кредитов, долгов. Коллекторы названивают. А, ее и найдут, так вы найдут. А мне слышишься не будут. А я похерю. Долгами. Рассчитываться должна каждый раз. Надежда Павловна, открывайте. К вам гости. Надежда Павловна, открывай. А ну, кончай забор ломать, подлюга коллекторская. Я полицию уже вызвал. Не подскажете, где Надежда? Нет ее, уехала. Видать, достали вы ее, гады. Села на автобус и уехала. Твой выход, Сергей. Это она, Надежда Павловна. Стой! Давай, стой! К обочине прижмись! Ну и куда это мы собрались, Надежда Павловна? А не твое собачье дело куда я собралась, понял? У меня вообще родственники в полиции работают. Я сейчас пойду на тебя заявление напишу. Не на ту напалку. По статье сядешь, миленький, по статье. Не расскажешь, тебя сам полицию вызвал. Чего? Зачем ты полицию-то будешь вызывать? Так а вы убийца. Ну или как минимум соучастница. Совсем, что ли, да, уже? Ку-ку. Псих. Да нет, я-то не псих. Это у вас с головой не все в порядке. Улику на шее носите. Это главное вещественное доказательство. Сняла с убиенной сестры трубку, да, дело? Сняла. В машину Надежда Павловна. Камышов. Сняла. Сняла. Ну что? Будете ребят? Ну, ему нельзя. Нет, не будем. В общем, года три Верки в Камышовке уже не было. Зажила я хорошо, забывать стала какая-то, ворюга она. Хорошо было. А тут на ночь заявилась, пришла, смотрит на меня, говорит. Жди, я приду, поговорю с тобой еще. А сейчас пойду к Красильщикову. Говорит, попугаю его, прижму его хорошенечко. Выжму все, что могу, а ты сиди. Ну, ждала я ее, ждала. Что-то забеспокоилась, пошла, пробралась на участок. Смотрю. Тащит. Кто? Красильщиков. Кого? Верку тащит. Ну, я за ними пошла, конечно. Зачем? Как зачем? У Верки же все наше семейное золото, и серьги, и крест, все, мамкина она мне оставила. Она в Москву потом увезла. Смотрю, зарывать стал ее от пионера. Кинул и засыпал. Ну, я, конечно, в ужасе. Мы с Гришкой ее обратно откопали. С Возняком? Ну, да, с Возняком. Ну, да, с Возняком. Мы ее раскопали. Я сразу крестик сняла. Я очень верующая сразу крестик сняла. Только я, значит, за Сережкой потянулась. Она как глаза откроет, как заорет, землей плюется, вся такая кричит. Я, говорит, что со мной? Где я? Что происходит? Я говорю, Вера, успокойся. Тебя, говорю, убили. Тебя, говорю, закопали. Красильщиков закопал. Она села, успокоилась, такая радуется. Ну, что говорит? Я что, позволю себя, Верку, какому-то вот этому червяку себя закопать? Он меня на крючке до горбовой доски будет. Все из него выжму до последней капли. А Возняк что? А что Возняк? А Возняк говорит, смотри. Смотри, Надька, горим. И правда, смотри, по-моему, дом мой горит. Ну, мы как побежали туда? Втроем побежали. Не-не-не, мы вдвоем с Возняком побежали. А Верка осталась. Она говорит, идите, я отдышусь и приду помогать вам. Потом-то она куда делась? Я не знаю, я ее больше не видела. Пропала. Как пропала? Может, ее убил кто-то все-таки? Может, и убили. Сережа? Ничего, Кась. Только я, значит, за Сережкой потянулась, она как глаза откроет, как заорет, землей плюется, вся такая кричит, а я, говорит, что со мной? Где я? Жива. 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 Во всяком случае, вы ее не убили. Татьяна, постойте. Хотелось расспросить про Петра. Вы же его знали? Ну, да, знала, конечно. В детстве я его боялась, да его все боялись, он был каким-то агрессивным. Вот его брат младший, это совершенно другое дело, ничего общего. К этому даже подходить не хотелось. Андрюша, я так рад. Ну, я тоже рад. Я очень рад. Живого человека в землю. Высокогуманно и воистину благородно. Ну что, все? Вы теперь уедете? Нет, 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 подождите. Это еще не конец. Куда она делась? Я хочу знать. Я хочу убедиться, что она жива. Я заплачу. Да, и куда делся Петр? И что вообще у вашего дома делал старший возняк? Не, мы никуда не едем. По моим наблюдениям, у женщины такое лицо, когда она либо замышляет преступление, либо планирует развод. Завтра поеду в Петер. Я хочу тебя вас подвезу. Я тоже собираюсь на выставку Мура Маркелова. Знаете такое? Что это такое? Она уже сбралась! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok